Противопожарный режим Дом на несколько семей сгорел в покровке минувшей ночью. Предварительно это был поджог. Сообщение о возгорании поступило в районе двух часов. На место выехали 11 спецмашин и 31 человек личного состава. За полтора часа огонь потушили. Никто из жильцов не пострадал. 62 миллиона рублей отдали жители края телефонным мошенникам за прошедшую неделю. Всего пострадали 235 человек. Одну из самых масштабных за последнее время афер злоумышленникам удалось провернуть, обманув 74-летнюю Красноярку. Она отдала преступникам пенсионные сбережения, оформила два кредита, продала одну квартиру в центре города и чуть не продала вторую. Пьяную автомобилистку с ребенком задержали в Заозерном. Женщина якобы ездила за шоколадом. Дежурившие в ночное время полицейские заметили, как машина выехала на перекресток на красный сигнал светофора. И остановили авто. За рулем находила и 45-летняя женщина. На заднем пассажирском сидении ее 8-летняя дочь. От женщины исходил запах алкоголя, и она призналась, что пила пиво. Прибор установил сильное опьянение, почти в пять раз выше допустимого. Авиакомпания С-7 запускает дополнительный рейс из Красноярска в Новосибирск. Полеты будут ежедневными, начиная с 30 июня. Рейс ночной. Время в пути займет около полутора часов. Стоимость билета без багажа в обе стороны от 7 828 рублей.